Новости продолжает эфир. Канал Ахабар 24. В студии работают Виктория Антонишна и Авер Захарчук. Здравствуйте. Новости продолжают. 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 производства вакцин против ящура. Хочу также сказать, что устанавливается многообещающее партнерство в области здравоохранения. Вы, господин президент, напомнили о важности контактов между народами. Мы подписали целый ряд соглашений о сотрудничестве в области образования. Они предусматривают открытие французских школ и обучение французскому языку, укрепление академических связей. Понятно, что подписанные документы – это лишь начало нового этапа большого сотрудничества. Однако все четче видна явная смена отраслевых приоритетов. Очевидно, что востребованную пока еще нефть в будущем смогут заменить редкоземельные металлы, урановая руда или продукция сельского хозяйства. Экономисты прогнозируют, что визит Эммануэля Макрона укрепит энергетическое сотрудничество двух стран. Казахстан занимает первое место в мире по добыче урана и второе по его запасам. И Франция сейчас заинтересована в приобретении нашего сырья. Также ожидается взаимодействие в сферах фармацевтики и образования. Этот визит очень значим для нашей страны, поскольку и для Франции тоже. Поскольку ключевым вопросом для Франции сейчас является стратегическое обеспечение своей энергетики необходимым сырьем. Ключевым сырьем для французской энергетики, которая в 80% случаев является атомной, это уран. Казахстан не секрет, это 30% мирового урана. Не только по запасам, но и по добыче. Товарооборот между Казахстаном и Францией за последние 10 лет вырос с 2,5 до 6,5 миллиардов долларов. При этом основная часть – это экспорт казахстанских товаров. К 2020-му Франция стала нашим основным партнером, заняв 8 место в рейтинге товарооборота. Новый импульс двусторонние отношения получили после официального визита президента Казахстана во Францию. В прошлом году об этом говорят и цифры. С начала года рост торговли уже превысил 2,5 миллиарда долларов и вырос больше, чем на 20%. Экспорт казахстанских продуктов все также в приоритете. На графике видно, что рост идет по отправке сырой нефти и титана в Пятую Республику. Но вот чего не скажешь об уране. Цифры показывают снижение на 45%. По мнению экспертов, это связано с геополитическими сложностями. Визит Эммануэля Макрона в Казахстан осветили не только французские СМИ, но и такие международные информагентства, как Евроньюз и Журнал Тайм. Причем автор последнего отмечает, что поездка в регион направлена на повышение энергетической безопасности Франции. Подробнее в международном обзоре Зауреш Думанкадзе. Президент Франции совершает визит в Центральную Азию в поиске друзей. Статью с таким заголовком опубликовал престижный американский журнал Тайм. В самом начале автор отмечает цитату. В связи с переменами, связанными с ситуацией в мире, Франция идет дальше. Конец цитаты. Под словом «дальше» имеется в виду Центральная Азия. Регион богатый на энергоресурсы, подчеркивает автор. Отмечается, что усилия Парижа соответствуют целям Европейского Союза по диверсификации энергоснабжения, от которого сегодня зависим блок, учитывая геополитическую ситуацию в мире. Казахстан имеет важное значение для Франции, если это касается энергетической безопасности страны. Визиты Эммануэля Макрона служат напоминанием о том, что Париж готов к активному сотрудничеству. Упоминается в статье и об инвестициях Франции в Казахстан. В качестве примера приводятся совместные предприятия по разработке урановых месторождений. Расширение сотрудничества в этом направлении, опять же, источники журнала называют одним из пунктов для обсуждений во время визита. Отмечу, Казахстан – крупнейший поставщик урана во Францию. В прошлом году наша страна также стала второй по поставкам в Европейскую Республику сырой нефти. Автор отмечает, в негласных обсуждениях лидеров «Большой семерки» Казахстан назван одной из немногих стран, с кем они намерены углублять сотрудничество. В Астане в том числе обсудят развитие совместных проектов в энергетическом секторе, пишет французское издание «Ля Монт». Цель Парижа – усилить свои позиции в Центральной Азии, оставить, так сказать, политический и экономический след в регионе, в котором, как указывает автор, интересы также есть у России, Китая и Турции. Развитие двустороннего партнерства у Астаны с Парижем в статье подкрепляется цифрами. Также анонсируется визит Макрона в Узбекистан. Казахстан и Узбекистан стремятся к большей экономической открытости и сбалансированной дипломатии. Россия остается их основным партнером. Тем не менее, визит Эммануэля Макрона направлен на то, чтобы разнообразить партнерства. Приезд Макрона в Казахстан ускорит развитие стратегического партнерства между странами. Так визит французского лидера в Астану описывает издание «Евроньюз». Автор статьи отмечает, Макрон стал первым президентом Франции, посетившим нашу страну после Франсуа Олленда в 2014 году. И подписание контрактов в таких секторах, как фармацевтика, энергетика, авиация и культура, еще раз доказывает желание президентов Казахстана и Франции укрепить сотрудничество. В Алматы открылось почетное консульство Эстонской Республики. В церемонии открытия приняли участие чрезвычайные полномочные посолы Эстонии в Казахстане, Томас Тирс, представители Дипкорпуса и бизнесмены. Они намерены укреплять отношения и сотрудничество между бизнес-сообществами двух республик. За 9 месяцев этого года товарооборот между Казахстаном и Эстонией достиг около 112 миллионов долларов. Сегодня в нашей стране работают более 70 предприятий с участием эстонского капитала в сфере строительства, производства мебели и продуктов, транспорта и логистики. Это для нас второе почетное консульство в Казахстане. У нас есть еще почетное консульство в Урале, в Уральске. У нас есть порта и у Казахстана есть грузы, которые нужно ввести на мировой рынок. Так что это первое направление. Второе, IT-решения разного типа, потому что, как мы знаем, и Казахстан, и Эстония, довольно-таки развитие в IT-сфере. В Можилисе приняли бюджет на ближайшие три года. Законопроект разработан на основе прогноза социально-экономического развития страны до 2028 года. По расчетам Министерства национальной экономики, средняя цена на нефть сохранится на уровне 80 долларов за баррель, а рост экономики в следующем году составит 5%. По словам Алибека Куантырова, инфляция снизится до 5%. Доходы на 2024 оцениваются на уровне почти 20,5 триллионов тенге. Планируется привлечь трансферты с национального фонда, превышающие 3,5 триллиона. Эти деньги направят на финансирование социально значимых и стратегических инфраструктурных проектов. Законопроекты направили на одобрение в Сенат. Глава государства Касымжумар Тукаев в своем послании народу Казахстана объявил о новой экономической политике во главе угла стратегического документа «Повышение благосостояния населения». В этой связи республиканский бюджет в первую очередь направлен на реализацию задач, поставленных президентом. Этот документ позволит в полной мере выполнить социальные обязательства и улучшить благосостояние казахстанцев. Новому инвестору Арселор Миттл Тимиртау нужно вложить как минимум 3 миллиарда долларов в ближайшие три года. При этом половину этой суммы в первый год работы. Об этом заявил премьер-министр Алихан Смаилов. Государство не планирует вкладывать деньги в компанию после ее национализации. Глава Кабмина отметил, что на предприятии нужно оперативно решить вопросы промышленной безопасности и модернизации оборудования. Компания сейчас работает, закрывает долги и обязательства перед работниками за счет доходов. В соответствии с предварительным соглашением по условиям передачи компании Республики Казахстан, мы сейчас не можем разглашать подробности этого соглашения. Все подробности будут вам доведены после того, как мы завершим эту сделку. Это будет в течение буквально одного месяца. По предварительному соглашению мы должны завершить все юридические процедуры по передаче до 30 ноября. После чего вам вся информация будет доступна. 2 ноября последний день покупки акций отечественной энергетической компании КИГОК. Приобрести их казахстанцы могут через брокеров в приложениях банков, табыс и в отделениях Каспочты. Почему выгодно инвестировать в компанию, рассказали на брифинге в столичном офисе Гульдана Колен с подробностями. Национальный системный оператор АО «КИГОК» размещает свои акции во второй раз. Спервые на бирже они появились 9 лет назад. Тогда одну простую акцию казахстанцы покупали за 505 тенге. С тех пор стоимость выросла в три раза и составляет сегодня 1538 тенге. Обороты компании растут, а общая сумма дивидендов, выплаченных акционерам, составляет порядка 218 миллиардов тенге. «КИГОК» — это единственная компания на казахстанском рынке, которая выплачивает своим акционерам дважды в год дивиденды. Безупречная дивидендная история. В этом году мы также поменяли дивидендную политику. Если ранее минимум 40%, а чистые прибыли выплачивались в виде дивидендов, то сейчас минимум 60%. Чистая прибыль КИГОК за 6 месяцев составила 23 миллиардов тенге. Это в полтора раза больше показателей первого полугодия 2022-го. В компании прогнозируют дальнейшее увеличение доходов, а все потому, что расширился список потребителей электроэнергии и вступили в силу новые тарифы. С 1 июля запущен на рынок понятие единого закупщика, которое позволило КИГОКу ввести новую услугу, услуга по пользованию национальной электроэнергетической сетью. Раньше мы оказывали свою услугу по передаче электроэнергии 60% потребителей Казахстана. Сейчас все потребители Казахстана являются пользователями нашей услуги. Врученные от продажи акции средства компания направит на реализацию крупного инфраструктурного проекта по усилению электрической сети Южной зоны энергосистемы Казахстана. В домах жителей села Баканас в Алматинской области голубое топливо появится до конца этого года. Причиной срыва сроков газификации стали технические неполадки. Все недочеты уже устранили, уверяют специалисты. Строительство газопроводов ведется еще в 16 селах. Работы обойдутся в 3,5 миллиарда тенге. Газовую магистраль к Бахашскому району подвели еще 4 года назад. Тогда и построили газопровод в селе Баканас. Жители установили необходимое оборудование, но голубое топливо так и не получили. Сельчане все еще продолжают запасаться углем и топить печь. По словам специалистов, автоматизированную газораспределительную станцию построили с дефектом. На ремонт потратили 50 миллионов тенге. Предстоит провести испытания, установить датчик безопасности и освещения. Все работы планируют завершить до конца месяца. Внутрипоселковые газопроводы тоже местами пришли в непригодность. Ремонтом занимается компания, доверительным управлением которого они находятся. Работы должны завершить в срок. В Баханасе газу подключат более 500 домов. Еще 100 в селе Ахдала. В следующей очереди микрорайон Жанабаханас. Проектно-сметную документацию уже подготовили к приему голубого топлива. Готовые села Бахбахте, Мияла и Бояула. Энергетики обещают подать газ до конца года. Всего в области уже газифицированы 150 населенных пунктов. Анна Александровна Бердина, Алмаз-садвоказ Аяди Сюмбаев, Хабар-24, Алматинская область. Застрахованные яблони в Казахстане начали возмещать убытки садоводам на юге республики. Год назад стала доступна услуга страхования рисков в этой сфере. И те, кто воспользовался новым продуктом от аграрной кредитной корпорации, теперь уже получили первые выплаты. И рекомендуют другим не упускать такие возможности для развития садоводства. Подробности у наших корреспондентов. Град, огонь, сильный ветер, заморозки или вредители. Факторов риска у садоводов страны немало. И каждый из них может помешать получить долгожданный урожай. У компании «Аплби» в Алматинской области 100 гектаров яблоневых садов. В прошлом году руководство решило установить там капельную систему орошения и закупить саженцы. Финансирование получили от аграрной кредитной корпорации. И тогда же узнали об услуге страхования. В принципе, это мировая практика. Фермеры во всем мире активно пользуются услугами страхования, потому что на тебя воздействует очень много рисков. И эти риски необходимо хеджировать. И вот элемент страхования урожая, мне кажется, это нужный элемент, который должен быть в каждой отрасли. И такая предусмотрительность в итоге пошла только на пользу. Уже этой весной в Алматинской области случились заморозки и уничтожили до 75% будущего урожая. По результатам выезда у полномочного эксперта, это сертифицированный специалист по регулированию убытков в садах, зафиксировал и подтвердил факт поражения яблок на 70-75%. В результате чего страховая компания сделала страховую выплату в пользу ЭПЛБ в размере 43 миллионов тенге. При этом собственные вложения компании на страховку составили всего 5 миллионов тенге. Оставшиеся 21 миллион субсидировались государством. Страхование уже доказало свою эффективность и им легко пользоваться. Все процедуры происходят онлайн на платформе Kizik-Tikizet. Урегулирование убытков через мобильное приложение. Воспользоваться таким шансом сейчас могут садоводы Алматинской, Жамбылской, Житесуской и Туркестанской областей. Анна Рисунберзина, Ядюсюмбаев, Алматинская область, Хабар, 24. Уральские завершили расследование в отношении очередной финансовой пирамиды. Дело передали в суд. По данным следствия, в создании организации обвиняют 33-летнюю жительницу Западно-Казахстанской области. Под видом инвестиционной кампании она привлекала деньги вкладчиков, обещая высокие доходы. Теперь ей грозит уголовная ответственность. С начала года в регионе выявили 4 финпирамиды. На удочку мошенников попались почти полтысячи жителей. Сотрудники Департамента экономических расследований заблокировали и 150 сомнительных сайтов. ЧАТА «Тянщик фармацевтика» привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками. Количество привлеченных вкладчиков составило 425 лиц на общую сумму 523 миллиона тенге. Из них 411 лиц признаны потерпевшими на сумму почти 490 миллионов тенге. Из-за обильных дождей на востоке Казахстана переполняются реки региона. Охлынувшие потоки привели к поднятию уровня Бухтармы, Убы и Ульбы. Последняя протекает прямо через областной центр и уровень воды в ней вырос сразу на 75 сантиметров. В итоге потопила дорогу, которая проходит под мостом. Обычно она снижает нагрузку на центральные улицы, но сейчас там стоит знак движения запрещено. Специалисты отмечают, что такое явление в основном регистрируют весной. Всего на востоке страны действует 64 специальных гидропоста, на которых строго следят за уровнем рек. До критических значений еще далеко, опасности для жителей нет, заверили гидрологи. Уровень 275, критический уровень 380, до критического уровня еще 105 сантиметров. Когда у нас приближается к критическому уровню, у нас учащенные наблюдения производятся каждые 4 часа. И при приближении к критическому отметку мы сообщаем Акимату и местному Акимату и МЧС. Каменные дороги появятся на востоке страны. В регионе опробуют новую технологию для ремонта грунтовых трасс. Она позволяет создавать каменную плиту из самых разных материалов, остатков старого асфальта, грунта и отходов в горнодобывающей промышленности. Авторы технологии заявляют, что она отличается высокой прочностью и удешевляет строительство до 60%. Если опыт окажется положительным, то по такой же технологии будут дальше ремонтировать районные дороги. Уже завершают работы на пилотном участке по направлению к Сибинским озерам. Выбрали эти экспериментальные 8 километров не случайно. Регион туристический, наплыв машин большой. Поэтому есть возможность проверить, как поведет себя такой вид ремонта в дальнейшем. Коррекционное кресло для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата собрал ученый из Ость-Каменогорска. Это первое и пока единственное универсальное кресло в Казахстане, которое как минимум втрое дешевле иностранных аналогов, говорит разработчик Дусым Ербулатула. Кресло имеет массажный механизм, подножки и выдвижной стол для тренировки моторики пальцев. Регулируется с пульта дистанционного управления. Все опции установлены по пожеланиям пациентов. Проекты местного новатора Фонд науки поддержал грантом на 100 миллионов сенье. В перспективе профессор Ербулатула вместе со своими студентами намерен представить новые разработки, необходимые для лечения детей с ДЦП. У нас нет отечественного производителя технических устройств по коррекции, по реабилитации детей. Поэтому вот эта идея нам пришла. И мы начали со студентами, со своими студентами на занятиях, на практических занятиях разрабатывать такие устройства. Союз переводчиков имени Кунанбая Каже создали в области АБА. Его члены намерены внести свою лепту в формирование казахоязычного контента для детской аудитории. Первым шагом стало проведение мастер-класса для дошкольных педагогов. Авторский курс разработали в рамках программы «Цифровой Казахстан». Воспитатели обучают новым технологиям. На мастер-классах нас обучали формированию нового контента. Например, как с помощью специальных программ переделать материал, наложить на него звук, смонтировать. Так можно народную сказку подать с видео-аудиосопровождением. Современным детям так легче воспринимать информацию. Проект направлен на повышение цифровой грамотности педагогов. Мы обучаем их использовать разные программы, чтобы они могли ими пользоваться самостоятельно. Уверен, что это принесет большую пользу в их работе. В области Улытау прошел второй международный конкурс традиционных кюев имени Кетбхи Би Акса Кулан. На творческое состязание собрались участники из разных уголков страны. Приехали музыканты из Китая, Кетбхаби Батыр Жарао, композитор Кюйше. Его называют основателем казахского древнего литературного искусства. По условиям конкурса музыканты должны были исполнить исторические кюи и одну из композиций Кетбхи. Победителем стала участница из Астаны Бексада Достиярова. Конкурс направлен на пропаганду национального культурного наследия, чтобы молодое поколение знало историю своего народа, своих предков. Кетбука в числе тех людей, которые оставили в истории значимый след. Его наследие требует дальнейшего изучения. Я приехал из Китая, где также широко известное и почитаемое имя и творчество Кетбука Би. На Домбре я играю с 12 лет. Чтобы достойно выступить на конкурсе, я долго готовился, потому что музыкальные произведения Кетбуки сложны, требуют особого мастерства. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова